Сергей Орлов родился в Хабаровске в 1972 году. После школы и колледжа связи информатики служил в специальном отряде быстрого реагирования. Из первой командировки в Чечню лейтенант вернулся с медалью за отвагу. Вторая же стала для него фатальной. Урус-Мартан, район скопления бандформирований. Именно там 9 июля 1996 года группа СОБР попала в засаду. 24-летний Сергей Орлов пожертвовал своей жизнью ради спасения 14 товарищей, которые и сегодня помнят о тех страшных часах. Порядка 6 часов мы отбивались, бились. И при выходе, когда нам помощь начала подходить, Сергей остался, нас прикрыл. Сам погиб, а мы все 14 человек получили различные степени ранения. Сергею Орлову было 24 года. Дома в Хабаровске у него остались жена и 6-месячный сын Максим. Их счастье прервалось в одно мгновение. Все эти 28 лет семья гордится своим отцом-героем. Когда это речь идет о командировке в горячую точку, тут ничего не знаешь. Одному Богу известно, чем все может закончиться. Серегу я помню веселым, добрым, очень ответственным человеком. С глубоким чувством долга перед, скажем так, перед Родиной, потому что работа была серьезная, тяжелая. Парту героя в честь Сергея Орлова сегодня открыли в первой школе микрорайона Березовка. Учреждение уже носит его имя. Кроме того, здесь создано 5 кадетских классов. Наша школа работает с полицией. Направление кадетства именно полицейское. И мы решили, что именно герой России Орлов будет сопровождать наших кадетов своим именем, своим подвигом, своей жизнью. Всероссийский образовательный проект «Парта героя» инициирован партией «Единая Россия». Его цель – сформировать у детей и подростков уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны. Уже 38 парт установлено в школах. Это знаковое и значимое событие, потому что это прежде всего направлено на патриотическое воспитание наших ребят, которые сегодня видят, что мы помним, мы помним и гордимся. Ведь герои живы до тех пор, пока мы их помним. Память героев должна быть увековечена. И не просто так, ну, текстом. Она должна быть в памяти живой, находиться. Это раз. Второе. Вы знаете, наверное, действительно, каждому поколению доводится воевать. Вот я, допустим, в Афганистан прошел. Вот через 1 сентября придут ученики, они будут интересоваться, кто, что, почему. Вы знаете, это будет новое подрастающее поколение, которое приходит на смену нам. За партой героя будут сидеть лучшие ученики. Это станет своего рода поощрением за успехи в учебе и патриотической деятельности. Виктория Зыкова, Максим Артиков. Смотри Хабаровск.